Традиционная культура В музее были представлены три зала, наполненных эксклюзивной одеждой и аксессуарами, как базовых элементов современного образа человека и моды. Более 150 предметов, две капсульные коллекции колоритной одежды, украшения из бисера и цветной шерсти, платки, твили, шоперы с этническими принтами и даже спортивная одежда. Из музеев Казанского университета показали элементы женских костюмных комплектов, образцы традиционной вышивки, коллекции украшений, найденных во время археологических раскопок, а также документальные фотографии. И вы можете увидеть, что экспозиция насчитывает около 150 предметов, привезенных из Саранска, а также порядка 40 предметов, которые были представлены из коллекции археологического и этнографического музеев Казанского университета. Выставка презентует профессиональные достижения кураторов проекта, а также эксперименты участников творческих лабораторий. Ставя главной задачей создания модной одежды с этническим колоритом для повседневной носки, дизайнеры Анастасия Карпова и Екатерина Будкина создали две авторские коллекции – «Сермат» письмена и «Рзянтюз» – «Рзянский цвет». Работы молодого московского дизайнера текстиля Екатерины Беляевой были созданы на стыке традиций цифрового искусства. Платки и комплекты модной одежды отличаются оригинальными дизайнерскими решениями. Традиционный подход к созданию костюма продемонстрировали художники-педагоги Людмила Левина и Ольга Малаева. Результатом их работы стали коллекции рукотворных костюмов и украшений. Стежки, дорожки и нарядилась, как мордовка. Целый год мы сначала создавали эскизы, отбирали их. Было создано порядка 50 форэскизов, потом отбирали из них 6 моделей и уже делали конструкцию. Отрисовывали ее в электронном формате, то есть обязательно это условие, и отрисовывали сам орнамент. А потом уже еще и сами ее шили. Решили сделать это самостоятельно, потому что все-таки образование дает толчок для того, чтобы дальше развиваться. И уже шить не как в университете. Мы создавали такие очень сложные коллекции, которые показывались на подиуме. Здесь уже более повседневно простая одежда, но все равно даже на пошив такой коллекции понадобилось где-то 2 месяца точно. После торжественного и долгожданного открытия выставки состоялся круглый стол на тему интерпретации культурного наследия и креативной индустрии. Коллеги поделились друг с другом идеями, советами и ценным опытом. Выставка будет ждать гостей до 20 мая с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Предварительная запись по телефону 8 960 031 01 30. Карина Саяхова, Ангелина Михеева, Николай Осуховский, Универ Новости.